Сегодня на заседании президиума правительства Свердловской области губернатор Евгений Куйвышев подвел итоги социально-экономического развития региона в 2014 году. Губернатор отметил, что прошедший год показал, стратегия развития региона выбрана верно и полностью отвечает современным вызовам. Главное не рассерять набранные темпы. Мы отвечаем за крупнейший регион страны, успешное развитие которого это залог стабильности и устойчивости целой страны. Именно поэтому главной задачей в 2015 году считаю мобилизацию экономики Свердловской области на успех, на дальнейшее уверенное развитие. Мы должны консолидировать усилия власти бизнес-сообщества, гражданского общества, для того, чтобы противостоять трудностям, сохранить и развить набранные темпы роста и защитить интересы уральцев, интересы Свердловской области. Я не раз говорил о том, что в любых трудностях, в любых кризисных периодах успех ждет тех, кто способен видеть перспективу, кто готов к рывку вперед, готов и морально, и физически. Такую готовность мы должны обеспечить в 2015 году. Тезис о том, что область дала экзамен на прочность и успешность, губернатор подкрепил цифрами. Валовый региональный продукт области вырос на 0,5%, до 1,6 трлн рублей. А промышленники увеличили индекс промпроизводства. Он составил 100,8% к уровню 2013 года. Новыми точками роста экономики губернатор назвал малый и средний бизнес, в котором сейчас работают 620 тысяч жителей региона. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса – 600 миллиардов рублей. Итоги другой программы «Улучшение жизни уральцев» стали видны по итогам федерального рейтинга. Регион поднялся сразу на 9 позиций. Губернатор отметил, что средний уровень заработной платы в области выше 29 тысяч рублей. Поэтому показатель в Свердловской области занимает 20 место в Федерации и 2 место в Урфо, уступая только Тюменской области. В прошлом году в области была разработана программа развития Уральской инженерной школы, нацеленная на формирование интеллектуальной элиты страны. По словам Евгения Куйвышева, ряд предприятий уже включились в нее у ГМК. Завод имени Калинина «Уралмаш» ведет работу совместно с вузами. В Новоуральске эта программа действует в сфере образования. Кроме того, в нашем городе уже несколько лет реализуется и другой, схожий по целям и задачам проект – инженер 21 века. Как он работает в нашем городе, сегодня приехала посмотреть делегации из горнозаводского управленческого округа. Педагоги и методисты посетили станцию юных техников, лицей номер 56 и 58, а также 54-ю школу. Сегодня за партами не дети, а представительная окружная комиссия. Ее участники смотрели, какие условия для реализации проекта «Инженеры 21 века» созданы в Новоуральске. В станции юных техников и 58-м лицее оценили кабинеты робототехники и лего-конструирования. В 56-м лицее – класс химии. В 54-й школе – кабинет физики. 54-я школа – это та школа, где на сегодняшний день созданы уже условия, которые можно пропозиционировать и на уровне горнозаводского округа, и даже на уровне области. Те материалы, которые были представлены этим образовательным учреждением в рамке концепции «Уральская инженерная школа», позволили организовать на базе этого школы кабинетов физики и химии этой школы как раз базовые площадки в рамках концепции «Уральская инженерная школа». Гости посмотрели, как в 54-й школе работают на новом оборудовании. К примеру, в кабинете физики есть цифровые лаборатории. Это интеграция привычных приборов с современными цифровыми технологиями. Здесь есть четыре датчика, которые подключаются к нетбуку. Датчик абсолютного давления, датчик положения, датчик температуры, датчик осциллографический, то есть для разных видов измерений. Здесь представлена самая простейшая работа, которую можно проделать, проверить выполнение закона Бойли-Мариотта и все эти результаты посмотреть вот здесь. В 54-й на занятиях школьники используют также систему интерактивного опроса, которая позволяет за урок сделать больше, чем обычно, и в пять раз сэкономить время. Провести те тесты, которые раньше, ну в традиционной такой методике проведения, раздавали бумажный вариант, выводили на доску. Это 10-15 минут не менее. Здесь у нас 3-4 минуты занимает это, тем более нравится это детям. Поиграть в пульт, понажимать, посмотреть. А самое главное для учителя, что это очень быстро и видно сразу на экране. По статистике, за два года работы на новом оборудовании в школе номер 54 у ребят изменилось отношение к физике. Интерес к этому предмету возрос и оценки у учеников стали лучше. Напомним, проект Горнозаводского управленческого округа «Инженер 21 века» входит в комплексную программу «Уральская инженерная школа». На уровне детского образования задача проекта – еще в школе мотивировать выпускников на поступление в вузы, готовящих инженерные кадры. Акцент на естественно-научные предметы. Анна Акрамова, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания.